Светлый привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о таком ценностном течении, как гедонизм. На самом деле оно очень древнее и появилось еще во времена Сократа. Его основная идея заключается в том, что смысл человеческой жизни в получении удовольствия и наслаждений. Нет ничего более важного, чем наслаждение. Девиз этого течения – человек рожден для счастья. Особенно просто стало реализовывать эти постулаты в наше время, в 21 век, когда уровень технологий стал настолько продвинутым, каким он не был никогда до этого времени. Ну и плюс спасибо блогерам, которые транслируют именно такое поведение. И как следствие этого течения в наше время мне представляется появление таких устойчивых качеств в социуме, как лень, эгоизм, инфантилизм, себялюбие, эгоцентризм. Но, может быть, в этих качествах и нет ничего плохого? Это естественный и правильный ход развития цивилизации, направленный на реализацию гедонистического принципа, что человек рожден для счастья. Давайте разберемся. Для того, чтобы получить ответы на эти вопросы, давайте воспользуемся результатами научных исследований этолога Джона Келхуна. Свою деятельность он начал в 40-х годах прошлого столетия, когда ставил эксперименты на мышах и крысах и изучал их социальное устройство. Вы можете сказать, но какое имеет отношение мыши и крысы к тому, что делает человек? Прямое. Не зря огромное количество медицинских экспериментов, связанных с человеком, ставится именно на мышах, потому что по их строению, физиологическому и социальному, они очень похожи на людей. Поэтому правомерно использовать те результаты, которые получил Джон, для метафоры или аналога, или же предупреждения нас, людей, о том, что с нами может быть в тех или иных случаях. Итак, я хочу вам рассказать об эксперименте, который называется Вселенная 25. Проводился он Джоном уже в 60-х годах, а если быть точнее, в конце 60-х годов прошлого века. И цифра 25 означает порядковый номер эксперимента, которые им были начаты в 40-х годах. И суть этого эксперимента заключалась в следующем. Джон Келхун со своими коллегами подготовил для крыс специальное пространство в виде куба. К тому времени он знал очень много о крысах, поэтому подготовил идеальное пространство, которое назвал раем для крыс. Давайте подробнее рассмотрим, как проходил эксперимент, целью которого было показать или увидеть, а что будет с цивилизацией, если она будет находиться в идеальных условиях, не будет болезней, продолжительность жизни будет высокая, будет достаточно еды, будет отличный климат и так далее, так далее. Ход эксперимента вы можете наблюдать на графике, он состоит из 4-х фаз. Первая фаза А, тогда, когда в рай для крыс были пущены первые 4 крысы, и они начали осваивать пространство. Фаза Б, экспоненциальный рост популяции, каждые 3 месяца количество мышей удваивалось. Фаза С, рост замедлился, но он все еще продолжался. И фаза Д, когда рост стал снижаться, и более того, количество мышей стало падать, падать и падать. И эксперимент спустя 4 года был прекращен, несмотря на созданные для обитателей этого рая идеальные условия. Тогда, когда от всей популяции осталось всего 122 особи, и все они вышли из детородного возраста. То есть стало понятно, что больше никаких перспектив у этой цивилизации нет. Что же произошло? Начнем с самого интересного, с фазы С. Оказалось, что в этот период, приблизительно тогда, когда цивилизация достигла уровня в 600 особей, стали появляться классы. Появились классы благополучные, появились классы средние и появились классы неблагополучные. Так как продолжительность жизни мышей увеличилась, то каждое новое поколение более молодое. Было, скажем так, поражено в правах. Более взрослые и более сильные особи не позволяли им двигаться дальше, размножаться, расселяться, вести половую жизнь так, как им бы хотелось. Вследствие чего появился класс отверженных. Их легко было определить по тому, как они выглядят. Хвосты у них были откусанные, уши порванные, сами они были в кровопотеках, в шрамах. Не найдя себе места в обществе, они пытались взять его силой. И поэтому пытались нападать на самок, чтобы с ними совокупляться, но у них не получалось. И какое-то первое время самцы давали отпор. Еще через некоторое время, из-за благоденствия, самцы стали становиться все более и более изнеженными, терять интерес к самкам и не защищать их. Вследствие этого, самки стали становиться более мужественными и более агрессивными. Они сами теперь себя защищали и защищали свое потомство. Кстати, на этом этапе стали появляться такие проявления, как гомосексуализм и каннибализм. Обратите внимание, каннибализм, то есть поедание своих же, стал появляться тогда, когда никакого дефицита ни в еде, ни в воде не было. Я вам напомню, что ресурс еды рассчитан был на 9,5 тысяч особей. Обитающих крыс в этом раю максимальный уровень был достигнут 2200 особей. Двигаемся дальше. Был и такой класс, который назвали красавчиками. Красавчики занимались исключительно собой и своим внешним видом. Они тратили все свое свободное время на ухаживание за собой. При этом они потеряли интерес к противоположному полу. Они только ели, спали, чистились и все. Таким образом, все меньше и меньше становилось тех особей, которые размножались. Именно поэтому количество обитателей этого рая с каждым месяцем становилось все меньше, меньше и меньше. И в итоге привело к тому, что и осталось всего 122 крысы, которые в принципе не могли рожать. Там были еще такие побочные эксперименты. Помощники Колхуна брали красавчиков и самок из этого рая и переносили в другое пространство. Тоже обустроенное. И гипотеза была в том, что если изменить условия, в которых они сейчас есть, на другие, то там и становится естественный интерес друг к другу и возродится новая цивилизация. Но, к сожалению, чудо не произошло. И цивилизации новой не восстановились. Особи, перенесенные в другое пространство из-за этого куба, вели себя точно так же. То есть красавчики продолжали красаветь, а женщины продолжали быть агрессивными и неприступными. Итог вселенной 25. Продолжительность жизни увеличилась, рождаемость сократилась, появились изгои, появились мужчины, ставшие женщинами, а женщины, ставшие мужчинами. Желание рожать снизилось, цивилизация умерла. Возможно, сейчас вы нашли какие-то параллели с нашей жизнью и жизнью последних лет. Поверьте мне, это не случайные параллели, я их тоже вижу. Это все при том, что условия жизни были идеальные. Следовательно, идеальные условия жизни не гарантируют процветание цивилизации. Также Джон Колхун сформулировал путь к смерти цивилизации двумя смертями. Первая смерть – это духовная смерть, тогда, когда человек теряет интерес к социальным связям, к живым связям, к социальному общению, к общению, которое мы называем реальным. И начинает интересоваться только собой и погружается во внутренние свои личные проблемы. Как это знакомо, правда? И вторая смерть – это физическая смерть. Также я хочу обратить внимание на очень интересный факт, что отсутствие необходимости бороться, сражаться создало инфантильных мужчин, что стало в том числе предтечью к смерти цивилизации. Красавчиков инфантильных мужчин мы сейчас с вами можем наблюдать сплошь и рядом. Более того, мы с вами можем наблюдать, как женщины к этому относятся спокойно. Я, когда езжу в метро, то вижу, как мужчины, влетая в вагон, глазами ошалелыми ищут место, куда можно сесть. И вне зависимости от того, стоит перед ними женщина, какого возраста, маленькая, взросла, эти мужчины продолжают сидеть и не встают. Некоторые встают, конечно, но подавляющее большинство не встают. И подобных проявлений, когда женщина сейчас пробивает себе путь вперед, а мужчина расслаблен, огромное количество. И этим многие восхищаются. Но в качестве итога к изученному нами эксперименту я бы хотела озвучить четыре постулата, которые, на мой взгляд, опираясь на результаты Вселенной 25, являются ошибочными. Итак, первое. Комфорт – это признак цивилизованности. Чем выше комфорт, тем выше цивилизация. Второе. Изобилие – необходимое условие для развития цивилизации. Третье. Мужественные женщины и женственные мужчины – это так классно, это так здорово, это веяние современное, это и есть признак развития цивилизации. Ну и эгоизм. Эгоизм, нацеленность на себя – это новая форма развития социальных отношений. Люби себя, тогда тебя полюбят и другие. Ложь! И напоследок, два вопроса для самостоятельного ответа. Первый вопрос. А с какой целью осуществляется пропаганда тех четырех утверждений, которые я только что озвучила? И второй вопрос. Какое же общество более цивилизованное? Наше, в котором мы сейчас живем, или то, которое было лет сто назад? А на этом у меня все. С вами была Катерина Лоренц. До новых встреч. И не забудьте подписаться. Субтитры создавал DimaTorzok